В числе советских солдат, освободивших Азов от немецко-фашистских захватчиков, были и уже ушедшие от нас жители города. Александр Богданов, Василий Кондауров, Николай Иванов, Борис Мартынов, Николай Неживенко, Иван Чепелев, Константин Петренко, Фёдор Железкин, Виктор Назарько, Яков Осипов, Евдокия Чумакова, Виктор Малина. К сожалению, всё меньше становится живых свидетелей тех дней. В прошлом году мы попрощались с почётным гражданином города Азова Неживенко Николаем Савельевичем, который ушёл от нас накануне освобождения нашего города. В том году ушёл из жизни этуш, который освобождал наш город, народный артист. И меньше тех людей сегодня в нашем живом строю, но они становятся в бессмертный полк. И сегодня для нас, для молодёжи, самое главное – сохранить эту память и передать её последующим поколениям. Соединение 44-й армии с боями пробивались в городу Азова. 5 февраля 43-го года они поздно вечером сосредоточились на южной окраине нашего города. Генерал-лейтенант Хоменко, командующий 44-й армии, оценил ситуацию и обстановку. И принял решение, что город нужно освобождать тремя стрелковыми дивизиями, миномётным полком и приданным Донским гвардейским кавалерийским корпусом. 7 февраля в 4 часа утра в метель и при 25-ти градусном морозе советские воины начали штурм города. Противник не смог устоять перед силой и натиском наших войск. Передовые отряды за короткое время, 4 часа 30 минут, освободили станцию Азов. Войска надвигались на противников. Противник пытался, но у него ничего не получилось. И уже в 11 часов центр города был освобождён от немецких фашистских захватчиков. Победители водрузили красное знамя победы над нашим городом. Дорогие друзья, я от всей души хочу пожелать нам всем мирного неба над головой, спокойной, светлой жизни, жизни без войны, чтобы те страшные уроки истории мы могли узнать только со страниц книг. А молодёжи принять долг служения своей Родине у наших ветеранов, равняться на них. Азовчане почтили память воинов минутой молчания. В заключении митинга состоялось возложение к памятнику венков и цветов.